Привет друзья! Российская армия начала активно использовать БПЛА Иноходец. Это ударная версия БПЛА Орион, протестированного в Сирии. Разработка БПЛА Орион началась в 2011 году, с тех пор он постоянно развивается. Дрон достаточно большой, размах крыльев 16 метров, длина аппарата 8 метров. Но благодаря использованию композитных материалов, из них сделан даже винт, дрон сложно обнаружить системам ПВО. Дрон использует элементы искусственного интеллекта. Благодаря этому, в случае какого-то отказа, потери связи с оператором или иной нештатной ситуации, аппарат способен сам вернуться на базу, приземлиться и заехать в ангар. БПЛА снабжен противообледенительной системой, что позволяет использовать его и в северных широтах. Дрон способен вести разведку и корректировать огонь управляемыми по лазерному лучу доэффикациями, и сам наносить высокоточные ракетно-бомбовые удары. В вооружении дрона корректируемые авиационные бомбы КАП-20 и КАП-50, управляемая планирующая авиабомба УПАП-50 и управляемая ракета Х-50. Также дрон вооружил боеприпасом ХБПЛА. Это воздушный вариант ракеты ПТРК «Корнет-Д». Ракета может поражать цели на дальности до 10 километров и наводиться по лазерному лучу, так и с помощью тепловой и телевизионной системы. Средняя высота использования дрона 5 километров, что позволяет ему избежать поражения комплексами ПТРК. Радиус работы дрона с ретранслятором до 300 километров. Дрон оснащен РЛС и аппаратурой оптико-электронной разведки. Взлетная масса БПЛА 1200 килограмм. Масса полезной нагрузки до 200 килограмм. Продолжительность полета не менее 24 часов. Крейсерская скорость 180 километров в час. Дрон может подниматься на высоту до 7500 метров. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.